Информационная война Информационная война Практически каждый день, когда выходим в социальные сети, когда начинаем общаться, когда начинаем спорить иногда до хрипоты, насколько это возможно за клавиатурой, и фактически все споры о жизни, особенно с украинцами, оставшимися по ту сторону границы, они происходят прежде всего по поводам, связанным с разницей в картине мира. Ну, например, вчера я взял и вывесил в Фейсбуке небольшую такую картинку, на которой было написано примерно приблизительно такой текст. Если молодому государству с точки зрения безопасности мешают памятники, мешает Геральдика, символы, мешают люди и русский язык, то, наверное, вы строите государство на чужой территории. Это вызвало потрясающий шквал перепостов, комментариев и так далее. Естественно, большинство комментариев было за вот эту мысль, а появилось несколько людей с той стороны, причем даже несколько знакомых, которые из киношной среды, с которыми мы встречались и на Севастопольской, и на Мухинов, и в Ялте. Люди сейчас, в общем-то, работают, я не буду называть фамилии, они работают на той же Ниве в Киеве, и они вступили в дискуссию относительно того, как они воспринимают Россию. Кстати, некоторые из них родом из Крыма и живут в Киеве уже давно, и на самом деле проскакивали вот такие вот тезисы, что я в Крым не поеду до тех пор, пока зеленые человечки там правят, пока там люди ходят под штыками. Ну, в общем, весь этот бред, который мы с вами слышим на протяжении двух лет, и, казалось бы, этот бред уже должен как-то сойти на нет, он до сих пор в людей является базовой картиной мира. И на вопрос, а да ты приедь в Крым, да поговори с людьми, да походи по улицам, да, в общем, замери атмосферу, найди хоть одного зеленого человечка. На что он сказал, да я с крымчанами общаюсь чуть ли не каждый день, вчера ко мне приходила устраиваться на работу одна из. Я говорю, так она из Крыма давно, и выясняется, что она, в общем-то, уже пару лет в Крыму и не бывала. Я говорю, не надо так отрываться от коллектива, приедь в Крым и поговори. Но смысл сегодняшней темы заключается в том, как вести на самом деле дискуссию, и, собственно говоря, методически в чем и состоит вот эта информационная работа. Не война. По большому счету мы с нашими оппонентами на Украине не воюем. Тут есть одна закономерность. Когда разговор происходит в личке, ну, то есть человек разговаривает с человеком, ну, как бы в чате, друг с другом, и никто не видит их переписку. А фактически эта беседа, она протекает совершенно по другим сценариям. Не надо изображать имидж победы, не надо делать риторических побед, не надо демонстрировать того, что ты, например, умнее, или ты больше знаешь, или у тебя картина мира более прогрессивная. Ты пытаешься человека убедить спокойными, аргументированными такими подачами. Первое, второе, третье. Задавая вопросы. Это так, так, это так, так. Следовательно, строим логическую цепочку, следовательно, вывод должен быть такой. Но когда в социальных сетях получаются дискуссии, и огромное количество людей видят этот спор, естественно, появляется, знаете, вот это маневрирование, связанное с понтами. Это как в ток-шоу. Любые политики, кстати, это основное отличие политики от бизнеса. В бизнесе люди, в ситуации, когда деньги требуют тишины, они договариваются о чем-то между собой, и они совершенно не изображают ничего для третьих лиц. Они договорились о поставках, они договорились о цене, о сроках, ударили по рукам, провели деньги, осуществили и закрыли сделку. Когда политика, то тогда обязательно присутствует аудитория. В ток-шоу, на телевизоре это аудитория в зале, в социальных сетях, а это политика в чистом виде, это аудитория, которая читает базовые посты, всю дискуссию под. И получается, что люди говорят не только по теме, не только по делу, а они еще и пытаются завербовать своих сторонников. Они пытаются создать имидж в сознании третьих лиц относительно того, чья точка зрения более прогрессивная, либо какая точка зрения более правильная. И в этой ситуации, на самом деле, весь прикуп происходит, знаете, в результате послевкусия. То есть, на самом деле, поскольку основной целью является не договориться, не пожать друг другу руки, а создать имидж в сознании третьего лица, то все полезное, что может произойти в сознании третьего лица, оно происходит позже, по окончанию этой дискуссии, после того, когда все закончится, после того, когда люди разойдутся и внутренним диалогом, когда вообще никого вокруг нет, они для себя установят, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И вот с этой точки зрения, понимая вот эту разницу между бизнесом и политикой, все люди, которые бесструктурно участвуют в информационной работе с населением, своим присутствием в социальных сетях, своим участием в обсуждении тех или иных тезисов, положений, событий и так далее, они должны, в общем-то, знать некоторые базовые принципы ведения такой дискуссии, о которых я сегодня хочу рассказать. В теории и практике разведки есть такая дисциплина, она называется «Анализ косвенных разведпризнаков», и в этой дисциплине есть такой раздел, который называется «Смысловые поля». Ну и «Смысловые поля», там первая глава, она, в общем-то, звучит примерно так. То есть прежде чем приступать к обсуждению, прежде чем выдавать на гора результаты своих рассуждений, своих умственных заключений, нужно произвести анализ того, что происходит. И анализ строится по очень четкой схеме. Смысловые поля прежде всего привязываются к оппоненту, прежде всего привязываются к лицу. С кем вы дискутируете или с кем вы ведете диалог, или с кем вы ведете переговоры. Исходя из этого анализа, собственно говоря, и строятся скрипты переговоров. Так вот, эти смысловые поля, они на самом деле звучат очень просто и понятно. Нужно ответить на вопрос «Кто? Кто перед вами?» Причем «Кто?» нужно заполнить все поля смысловые. Ответить на вопрос, связанный пол, мужчина-женщина, это имеет значение, особенно с точки зрения эмоциональности. Профессия. Причем профессия, знаете, ну, творческая. Есть профессии, связанные с понятием «человек-человек», «человек-знак», «человек-машина». То есть нужно понять, как устроены у человека мозги, соответственно, под это подстраивать всю аргументацию. Нужно ответить на вопрос «паразит, не паразит». Причем, что самое интересное, «паразит, не паразит» – это может быть и в профессиях, связанных с бизнесом, и в профессиях, связанных с вольным наймом. В качестве примера я уже приводил в одну из наших программ, ну, например, среди предпринимательского сословия, сейчас это, ну, как бы нивелируется предприниматель и предприниматель, но там есть четкое разделение на производственников и торговцев, то есть спекулянтов, купи-продай. Так вот, купи-продай – это богатство из ничего, это, я не хочу сказать, что прямо уж паразит из паразитов, но это больший крен с точки зрения того, что паразитический образ жизни. Производственник, который создает предприятие, на котором работают люди, он, кроме того, чтобы получить прибыль, а у производства норма прибыли всегда поменьше, чем в торговле, он еще должен на себя положить ответственность за персонал, за всю территорию вокруг предприятия, и у производственника более творческие задачи – не только получить прибыль, но еще и создать социальную инфраструктуру. Вот с точки зрения предпринимателей, паразит, не паразит, вот примерно вот так вот рассуждаем. С точки зрения вольнонаемных, есть, безусловно, люди, которые работают у станка, там по часам, они производят материальные ценности, вот уж точно не паразит. Но есть белые воротнички, которые тоже работают вольнонаемные, которые, знаете, такая философия, ну, я прихожу в 9, ухожу в 5, что делать, вы мне, пожалуйста, инструктируйте, давайте команды, если я не знаю, вы сядьте мне, объясните, в скобках сделайте за меня, я, конечно, буду кивать, и заплатите мне за часы по окончанию месяца. В принципе, эта философия, хоть человек и работник по найму, это тоже паразитический способ стояния на земле. К чему это я? Когда вы спорите с человеком и заполняете все смысловые поля относительно вопроса «кто?», то это ключевой характеристика «паразит, не паразит» с точки зрения того, как выстраивать стратегию дискуссии. То есть, если вы помните, на одной из прошлых передач мы классифицировали всю аудиторию украинцев. Какие там люди за бандеровский проект, какие люди за украинский проект. И на самом деле мы там расчленили на 4 базовых группы. Первая группа – это люди, которые заработали на государственном перевороте и состоялись, они нашли себя. Они стали депутатами, они стали, я не знаю, приближенными ко двору, они ближе стали к кормушке. Эти люди, которые материально заинтересованы в результатах государственного переворота, с ними говорить о русском мире или с ними говорить о том, что на Украине произошел государственный переворот, бесполезно. Они начнут перечислять массу аргументов, они вспомнят и 300-летнюю оккупацию России и Украины. Они вспомнят и своих предков, которых раскулачили или которых, я не знаю, буржуев прогнали со своих заводов в 1917 году. Они вспомнят очень много голодомора, они расскажут о совке, о котором не было продуктов в 80-е годы. Они разложат все очень сильно и аргументированно, и докажут хотя бы себе, почему они против России. Причем при том, что Россия в данном случае совершенно не является Советским Союзом, хотя и его правоприемник. Кроме этой аудитории, которая нашла себя после государственного переворота, есть еще аудитория, которая нашла в том смысле, что и участвовала в подготовке, и пожинает плоды. Но есть еще люди, которые по факту после государственного переворота себя тоже носли, они тоже участвуют в дискуссиях в социальных сетях. Эти люди, например, стали вооруженными боевиками в разных территориальных батальонах. Эти люди, например, всякие ЧОПы, всякая вооруженная охрана, люди, которые стоят на блокпостах. А блокпосты не только, например, на границе с ДНР и ЛНР, а блокпосты сейчас на Украине и в других регионах, практически по всей Украине. Они же все кричат, что они находятся в состоянии войны. И в результате этого люди, которые снимают верх с проезжающих машин, это тоже паразитический способ стояния на земле, это фактически разбойник с большой дороги. Эти люди тоже материально заинтересованы в результатах государственного переворота, и с ними дискутировать не о чем. И вот остается остальная аудитория, кстати, ее большинство, ее примерно 70% от общего числа населения. Сразу исключаем тех, которые нас понимают с полуслова, и картина мира у нас, в общем-то, похожа. Остается примерно процентов 40-50 от общего числа населения Украины, которые на самом деле пересказывают свой телевизор. И вот здесь, понимая, что картина мира у них сформирована в результате пропаганды их телевизора, наша картина мира, безусловно, сформирована и в результате нашего телевизора, но при этом у нас нет такого, знаете, социального давления, когда социальная среда, например, уж очень давит на бандеровцев. У нас даже в Крыму есть люди, которые в Фейсбуке вывешивают украинские флаги, говорят, что у нас достаточно таких людей, они видны, они даже проявляют какие-то там свои взгляды, но их никто не гнобит, никто не докладывает о них ФСБ, и, в общем-то, за ними не приходят, как это происходит на территории, например, того же Причерноморья Украины. Соответственно, у нас больше маневры свободы, и у нас более спокойное отношение ко всему, что происходит. Мы прекрасно понимаем, что вообще российское государство не идеально. Вообще идеальных государств на планете на сегодняшний день, наверное, нет. Все аргументы связаны с тем, что а у вас в России то, а у вас в России это, а у вас в России голод, а у вас в России там подорожание, это все аргументы в пользу приезжих, потому что везде сейчас не сладко. И в Европе, и в Германии начинается вал эмиграции не только арабов, например, в Германию, но еще и самих немцев, которые от этого ужаса пытаются куда-то эмигрировать. Уже вчера, собственно говоря, немецкое правительство сделало заявление, что по итогам всего лишь четвертого квартала 2015 года немцы начали массово выезжать в Канаду, в Соединенные Штаты, в Австралию и, извините меня, в Российскую Федерацию, на Кубань и в Крым. Это тоже, кстати, такой показатель. Так вот, украинцы, с которыми мы ведем дискуссию, это люди, которые на самом деле принимать решение, принять еще окончательно решение, что такое хорошо и что такое плохо, не могут. Они, естественно, в начале разговора будут ретранслировать весь свой телевизор. Они расскажут и то лишнее, и позаторишнее, они расскажут все, чем их накормил этот экран. И, в общем-то, этот вал информации надо выслушать и аргументированно возразить. Причем самая главная задача в таких дискуссиях заключается в том, чтобы ни в коем случае не стремиться ни к какому виду победы. Знаете, бывает такое, что входишь в раж, получаешь массу энергии, очень много лайков на свои очень находчивые риторические обороты и так далее, чувствуешь, ох, какой я там грамотный и так далее, и так далее. Если человек, с которым ты спорил, банится, уходит просто от разговора, и вы больше с ним не пересекаетесь, у вас много лайков от сторонников, и в результате возникает вопрос, а смысл в чем? Смысл, на самом деле, это ключевой вопрос после ответа на вопрос, кто с вами спорит. Второй вопрос обязательно – это смысл. Смысл любой дискуссии, я вам скажу, заключается не в том, чтобы победить, не в том, чтобы завербовать как можно больше сторонников с той стороны, а прежде всего понизить меру кровавости, потому что рано или поздно украинский проект в нынешнем виде, украинский формат власти, он все равно рухнет. Не хватает ресурсов для поддержания Украины в том виде, которое существует. Все вот эти гранты и транши, кредиты МВФ, они уже сегодня поступают с задержками, они уже сегодня поступают не в полном объеме, за них уже сегодня выставляются условия, которые фактически означают скрытый геноцид украинского населения, и народное недовольство, оно-то растет, несмотря на то, что основным врагом по-прежнему в телевизоре остается Россия. И в этой ситуации самое главное не победить, самое главное задать вопросы, на которые ответ должны дать не вы. Нужно задать вопросы, связанные, например, с тем, что есть такая картинка, с 1946 года после окончания войны и по 2016, это численность населения Украины по годам и по миллионам человек. Примерно сейчас такое же население, которое было в конце 40-х годов. То есть в 2016 год население Украины, без учета Крыма и без учета Донбасса, это примерно 30-32 миллиона человек, это такое же население, в общем-то, было в Украинской Советской Социалистической Республике в 1948-1949 годах. Дальше был достаточно взрывной рост. Бэби-бум в Америке, это конец 40-х, начало 50-х, он отразился на всем мире, то есть мир быстро компенсировал потери Второй мировой войны. Рост населения был практически до 92-го года по инерции, но развал Советского Союза – это самый конец 91-го. 92-й – это уже новая эра, когда Советского Союза не стало. И вот именно в этом году население Украины достигало 54 миллионов человек. 54. А дальше, с 92-го года по 2016-й, ну пусть даже по 2013-й, когда было примерно 42 миллиона, 41, Украина потеряла 12 миллионов. Если разложить на 25 лет, то это примерно потери по полмиллиона в год. Это потери не боевые, это потери, связанные с тем, что смертность превышает рождаемость. Вопрос. Если так против Советского Союза, если так против того, что там раскулачивали, что был голодомор, что не было на прилавках еды. Кстати, очень хороший вопрос, а почему ее не было? Не было ли там корпоративного агентурного сговора, связанного с тем, что Горбачев курировал аварию на Чернобыльской АЭС? А главная цель аварии на Чернобыльской АЭС с оперативной точки зрения это было сделать транспортный коллапс европейской части Советского Союза, который должен был повлечь голод. Ну, из-за исключительно логистики. И в то же время должен был обосновать то, почему с 1986 года, как раз в год Чернобыльской аварии, правительство Горбачева начало брать кредиты на Западе, которые фактически и обрушили Советский Союз. То есть, на самом деле, кроме того, что делать упреки в адрес Советского Союза, надо еще и понимать оперативную работу МИ-6, ЦРУ и ее агентуры на территории Советского Союза, в результате которой Советский Союз обрушился. Но смысл заключается в том, что украинцы, которые участвуют с нами в дискуссиях, их картина мира отличается. Нравоучениями, прямыми лекциями эта картина мира не меняется. Картина мира меняется только жесткими вопросами, которые не требуют ответа. Только призыванием к целям, вопрос, связанный с целями. И вот это вторая графа смысловых полей. После того, как мы с вами для себя ответили на вопрос, кто перед вами, кто по социальной группе, кто по способу стояния на земле, паразит, не паразит, кто по, где у него логово, где у него, по сословию, чем он зарабатывает себе на жизнь, нужно ответить на вопрос, а какие его цели. Наши цели понятны. Мы хотим понизить меру кровавости после того, как, например, Украина обрушится, и там начнется война всех после всех. По средним оценкам, ожидаемым, вот это обрушение, оно на самом деле может вычистить на территории Украины значительную часть населения. Чтобы этому противодействовать, чтобы этого избежать, нужно в головах посеять другое мировоззрение. Нужно убрать депрессию, нужно посеять, поселить в головах у украинцев более оптимистичный способ взгляд на жизнь. Нужно русофобию заменить на русофилию, на то, что, поскольку самый большой рост населения Украины был при тесных экономических связях с Россией и вообще с большой страной, а сейчас, когда связи разорваны и население падает, не надо семипядей во лбу, чтобы понять вообще, на чем базируется правда. И вот здесь на вопрос цели нашего оппонента нужно еще ответить на вот какие смысловые поля. Во-первых, какие у него цели. Что он хочет в долгосрочной и в краткосрочной перспективе? Этот вопрос нужно задать прежде всего себе. Кстати, эти вопросы из смысловых полей, естественно, можно задавать ему, но в ненавязчивой и неоскорбительной форме. Что он хочет, первое. Что он хочет через 3-5 месяцев. Что он хочет через год-5. И самое главное, какими нравственными ценностями, какими критериями он оценивает достижение вот этого результата. Дело в том, что это сразу отсекает большую часть аудитории, с которой разговаривать тоже может оказаться бесполезно. Дело в том, что паразитический способ стояния на земле, он еще характеризуется не только повседневной жизнью на работе, в бизнесе и так далее. Он еще, знаете, есть целые социальные группы людей, которые считают, что их кто-то должен кормить. Это, кстати, отношение некоторых слоев населения на Западной Украине в отношении Донбасса. То есть есть такая точка зрения, она тоже посевается телевизором, что на Донбассе живут алкоголики, маргиналы, которые работают в шахтах, которые должны нас кормить и на самом деле являются людьми второго сорта. Вот эта человеконенавистническая философия, это прежде всего категория нравственная. И если нравственно человек показывает, что ему все равно убивать людей, либо он считает, делит людей на касты, на категории первого, второго сорта, он, в голове у него находится религиозная, национальная, этническая рознь, то, соответственно, этот человек сразу переходит в аудиторию, с которой мы не общаемся. Ну а что толку-то? О чем говорить с человеком, который, в отличие от нашего способа русского стояния на земле, требует, например, расстреливать, сжигать, убивать, либо говорить, например, что Крым будет либо украинским, либо безлюдным. Или Донбасс будет либо украинским, либо безлюдным. Этот человек на самом деле относится к категории нелюдь. А нелюдь – это совершенно другая категория людей, с ними разговаривать не о чем. И вот в результате этого, вот в результате такой мысленной подготовки, разложения на смысловые поля, любой оппонент или любой человек, дискутирующий в социальных сетях, на самом деле может сделать большой объем работы, большой объем того, что называется расставить акценты в сознании. Все основные споры, все основные социальные конфликты происходят только потому, что разные картины мира. Картины мира ни нравоучениями, ни лекциями исправляются, задаются острыми вопросами, связанными. А что ты будешь сегодня есть? А как будут жить твои дети? А как будут жить твои внуки? А не считаешь ли ты? А что нужно предпринять? А что ты хочешь от Украины? Какой ты ее видишь через месяц, через два, через три, через год? Кстати, достаточно интересно. Мы с вами обсуждаем вопрос, что будет с Украиной в этом году или через год. Там тоже посевается и идея, что России осталось совсем немного, что вот в сентябрьских выборах, которые будут проходить у нас в сентябре, выборы в Государственную Думу, в России состоится государственный переворот, Россия будет расчленена, и это тоже посевается. Такая картина мира у них тоже создается в голове, и они ее тоже нам ретранслируют. Что на это отвечать? На это отвечать можно вообще ничего не отвечать, жизнь покажет. Очень много за последние тысячи лет людей рассказывали, что Россия уже все. Это были и французы с Наполеоном, это были немцы, это были и американцы те же в начале 90-х годов. Но тем не менее, знаете, как по-украински говорится, так-то воно тактики, трошечки не так. И с учетом того, что 22-го, очень такое знаковое глобалистское число, 22-го февраля было достигнуто соглашение по Сирии, между президентом России и между президентом Америки, никого там больше не было в этом соглашении, сели без своих союзников, без никого, без немцев, без французов, сели и договорились два самых крупных мировых игрока. Китая не было, Ирана не было, была Соединенные Штаты Америки и Россия. И вот это соглашение, которое они начали реализовывать через свои регистрационные пункты, говорит о том, что можно рассказывать все, что угодно, можно готовить спецоперации под сентябрьские выборы. А, кстати, президент Путин на совещании ФСБ, на коллегии, тоже сказал, что наши партнеры за рубежом тоже готовятся к выборам и тоже готовят ряд акций. Мы с вами помним, что всякие демонстрации, протестное движение и в Белоруссии, и в Минске, и в Киеве, оно, как правило, происходило после выборов. Либо президентских, либо парламентских, либо после подписания, либо не подписания ЕС, соглашения о свободной торговле. То есть на эти подачи, что Россия осталась недолго, можно кивать и говорить, это можем пропускать, это не тема для разговора. Но в результате всего этого я к чему хочу сегодня сказать, подвести итоги сегодняшней программы. Самое главное, задача заключается не в том, чтобы кого-то оскорбить, заклемить позором, сказать, что они неправы, неумны или неправильно оценивают реальность. Самая главная задача — задать вопросы, в результате которых картина мира с той стороны будет корректироваться. Потому что главные ценности, ради чего, собственно говоря, люди живут на этой земле, это не доказывать, что вокруг живут враги, что кого-то надо убивать, надо забирать у кого-то территорию. Самое главное, чтобы была рождаемость, чтобы дети учились, воспроизводились, и был человеческий тип психики с хорошей нравственностью. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин